Кассета 2 Литературная деятельность отца Иоанна Кронштадтского Мы со своей стороны полагаем, что лучшей характеристикой каждого человека вообще могут служить убеждения, высказываемые им самим. И поэтому, чтобы осветить в глазах читателей отца Иоанна с этой стороны, мы приведем некоторые выдержки из его бесед и поучений. «Сознаю высоту сана и соединенных с ним обязанностей», — обращается он к прихожанам в первый день своего служения и литургии в Андреевском Кронштадтском соборе. «Чувствую свою немощь и недостоинство, но уповаю на благодать и милость Божию, немощное врачующее и оскудевающее восполняющую. Знаю, что может сделать меня более или менее достойным этого сана и способным проходить это звание. Это любовь ко Христу и к вам, возлюбленные братья мои». «Любовь — великая сила», — продолжает он, — «она и немощного делает сильным и малого великим. Да даст и мне, любвеобильный во всем Господь, искру этой любви, да воспламенит ее во мне духом своим святым. Прошу вас всем ваших молитв». С первых дней священства, с каждого воскресного и праздничного дня, прежде всего, он начинает излагать и объяснять в своей пастве главное догматическое учение православной церкви о Пресвятой Троице, о Боге как Творце мира и т.д. «С Божьей помощью, — говорит он в начале первой своей беседы, — мы будем излагать вам, братья, самые главные учения в нашей вере — догмат о Пресвятой Троице. Хотя есть между нами знающие хорошо это учение, которые не требуют, да кто учит их, но таких очень немного, несравненно больше знающих нехорошо. А служитель святого алтаря должен всем преподать учение веры, ясное и отчетливое. Да и для хорошо знающих не лишнее дело повторять в памяти знакомое им учение веры, как не лишнее дело постоянно видеть глазами свет или вдыхать и выдыхать воздух. «Учение Пресвятой Троицы, — повторяет он, — так важно, что в вере христианской нет важнее и возвышеннее этого учения». Затем, излагая веру о тайне троичности лиц, отец Иоанн говорит, «Где нет тайн, человек сам для себя и в своей душе, и в своем теле есть тайна. Есть бесчисленное множество тайн и в окружающей нас природе. Человек так мало знает в сравнении с тем, чего еще не знает, несмотря на успехи современных естественных наук, что каждый из нас должен смиренно сознаться вместе с одним из древних мудрецов в том, что мы знаем лишь только то, что ничего не знаем. «Не знать, как должно при Божественной Троице со стороны христианина, было бы безумной дерзостью и неблагодарностью». Итак, братья, заканчивает он свою вступительную беседу о величайшем догмате христианской веры. «Будем помнить, что от правильного познания Трисиятельного Божества зависит наша судьба. Все есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Приступая к беседе о явлении Бога во плоти, он восторжно восклицает. «О чудо-чудес! Бог, содержащий Вселенную всю Словом Своим, сделался человеком, чтобы человека вознести на первое блаженство. «Ужасается, а всем небо и земля удивляются до концов», — поет Христова Церковь, — «ибо Бог явился человеком во плоти». В других своих беседах отец Иоанн касается главных основ христианской нравственности, а именно учения о блаженствах евангельских. Как в предыдущих, так и в дальнейших поучениях, везде заметно самостоятельное развитие его мысли, которое особенно сильно всегда действует на окружающих тем, что все сказанное им прочувствовано в глубине сердца и неукоснительно применялось и применяется им до сих пор в обыденной жизни. Так, во вступительной беседе об основах христианской нравственности, о блаженствах евангельских, он обращается к слушателям с такими словами. «Кто вы, предстоящие здесь во святом храме и смиренно внимающие немощному слову незнатного проповедника? Немудрое миро, немощное и худородное, в большей части слушатели мои, блаженны вы нищие духом, ибо ваше есть царствие небесное, ибо, сознавая свое духовное невежество, свою греховность, пришли сюда. «Но где же знатные, ученые и богатые?» — продолжает он. «Очень мало их». «Почему?» «Потому что многие из них говорят себе, мы богаты, обогатились и ничего не требуем. Мы ученые? У кого нам и чему еще учиться?» «Грешны мы, говорят они, правда, но кто же не грешит?» «Так уже создан человек, говорят. Чем же он виноват?» «Хотя вовсе не так создан, а самовольно таким сделался и бывает. Вот как мыслят, как судят, как говорят гордые мира сего». «Итак, блаженны нищие духом, то есть считающие себя за ничто, ибо их есть царство небесное». Вспоминая о том, как Спаситель ублажает плачущих, он говорит, «Время ли смеяться и веселиться, когда повсюду соблазны, пороки, падения?» «Когда одни из братьев наших изнывают от болезней, от голода, всякого рода недостатков и притеснений, а другие безумно сластолюбствуют, лихаимствуют, утопают в роскоши и других пороках. Не время ли нам плакать?» «Итак, плачьте о том, что вы, хотя и каетесь и молитесь, но не приносите Богу плодов, достойных покаяния, плодов веры и любви, плода кротости и незлобия, плода воздержания, чистоты и целомудрия, плода милостыни и прочее». Будучи сам от природы смиренным и кротким, отец Иоанн из своей пастью настойчиво внушает эти добродетели. Надо уметь господствовать над своим сердцем в минуту оскорбления, подавлять в себе гнев и недовольствие в самом начале. Укорил кто тебя, а ты благословляй, бил, а ты терпи, презирает и за ничто почитает он тебя, а ты приведи себя на мысль, что из земли ты составлен и в землю опять разрешишься. Кто ограждает себя такими рассуждениями, тот найдет, что всякое бесчестие меньше действительности. Ставив в основу своей нравственной жизни милосердие, он с особенным тщанием разбирает эту заповедь блаженств евангельских, блажены милостивы, ибо они помилованы будут. «Таланты», — говорит он, — «данные каждому из нас Богом для общего блага, а не для угождения только нашему собственному самолюбию, разве не побуждают нас к услуге нашим собратьям в их нужде? «Тебе оставлен нищий, хотя ты и слишком надменно проходишь мимо него, вразумись с чужими бедами, дай хотя самую малость бедному, и то не будет малостью для того, кто нуждается, а для самого Бога, если подаяние будет по силе». Среди многих современных людей сложились своеобразные, в высшей степени негуманные понятия о милостыне. Сплошь и рядом приходится слышать толки о том, что милостыня расплаждает тунеядцев, людей порочных, вредных, что следует благотворить с разбором, дабы не вдаться в обманы и вместо добра не сделать зло. Но досточтимый, милосердный пастырь такой взгляд разбивает повторением кроткого, но знаменательного изречения пастыря-начальника и совершителю любви Господа Иисуса Христа «Всякому просящему дай!» Значит, поясняет он в своей беседе, «должно помогать и благотворить всем, не делая разбора в лицах, состоянии, происхождения, вероисповедания. Каждому истинно нуждающемуся должно оказывать милость, но при этом, замечает он, должно помогать не под тщеславие и самолюбие, не из желания благодарности и вознаграждения, но бескорыстно из угождения Богу и из любви к ближнему». «Милосты, незараженные болезни тщеславия», повторяет он слова святого Иоанна Златоуста, «не есть уже дело милосердия. Итак, если кто дает не с расположением усердия, тот лучше не давай». В одном из других поучений он говорит так «В наш век презирают нищих, называют их бродягами, тунеядцами и лучше предпочитают деньги истрачивать на многоразличные прихоти, на роскошь бесполезную, чем подавать, хотя немного нищим. Где же братская любовь между христианами, которая милосердствует, не превозносится, не гордится, не мыслит зла и не раздражается? Где эта любовь, промышляющая о ближнем, как о себе, желающая ближнем счастья и довольства, как и себе? Где вера в слова Христовы? «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Или слова другого писания «Милуюсь и нищего дает взаймы Богу, подаяния же его воздастся ему». Притча 19.17. В наш век наживы встречаются к несчастью слишком частые примеры того, как некоторые лица нечестным путем на жившее состояние пускаются в широкую благотворительность, то есть жертвуют громадные суммы на богоугодные заведения, сами предпринимают учреждения таких заведений, отделяют нищих и тому подобное. Но вот как смотрит на благотворительность этих людей Отец Иоанн. Должно делать добро из своей собственности, приобретенной честными трудами, а не хищением, обманом и неправдою. И чтобы подавать милости недостаточную, надо бы ограничивать свои издержки, например, не покупать излишних дорогих вещей роскоши, без коих можно легко обойтись, ибо это есть похищение собственности бедных, так как избытки наши принадлежат им. Много практикующие врачи, получающие много денег из больных, должны для души своей подавать щедрую милостыню, если верят, что у них есть бессмертная душа. Богатые священники, получающие щедрое вознаграждение за свои труды, молитвенные, также должны подавать богатую милостыню, да не осуждены будут с сиудою предателем, продавшим за серебренький Господа славы. Купцы, получающие большие барыши, должны непременно упражняться в милостыне и в украшении и снабжении храмов божиих. Чиновники, получающие большое жалование, не должны также считать своим исключительным достоянием щедрое вознаграждение за свои посильные труды, и также помнить нищую братью и свою, да примут награду от Господа и да очищают души свои. Все должны запасаться или милостыней добрых дел, да не напрасно явятся пред судьею в день страшного испытания, да не наги явятся на том всемирном позорище. Господь Бог наш за неотступную просьбу у Него, милости, Его одобряет нас, видя в нашей неотступности веру нашу и надежду на Него. А мы, грешные, озлобляемые на тех бедных, которые ежедневно и неотступно просят у нас милостыни, даже на детей, у которых доверчивость к людям особенно велика, вера в доброту других не имеет пределов, потому что они сами еще простые, добрые, незлобивые. Будучи сребролюбивые, сластолюбивые, гордые, мы часто смотрим на них с презрением, поднимаем на них овечьих незлобивых крик, выходим из себя, не хотя понять, что к неотступной просьбе у нас, милостыни, их нудит голод, недостаток одежды, обуви, настоятельное требование квартирной хозяйки или хозяина денег за угол, который они занимают у них. Не они ли у пророка Давидова пьют на нас ко Господу? Попремногу исполнились унижения, и, более того, наполнилась душа наша поношением. Псалом 122. И, конечно, рано или поздно их жалобный вопль дойдет до неба. Вот общие чисто христианские взгляды почтенного пастыря на дела милосердия, взгляды и убеждения, ежеминутно, ежечасно, применяемые им самим в окружающей среде. Далее в своих поучениях о заповедях блаженства он проводит взгляд на чистоту сердечную, доказывая, что только чистое сердце могут быть довольны тем, что дано им. Чистое сердце, говорит отец Иоанн, есть обильный источник спокойствия и всегдашней радости. При взгляде на все доброе, на всякое творение Божие, чистым сердцем и радуется, и веселится внутренно, потому что во всех тварях усматривает отпечаток благости, премудрости и всемогущества Творца. Блажен он и сам в себе, ибо и чистота сердца, и вообще чувствуемая настоящая милость. Милость Божия веселит его и еще более утешает его будущее обетованное благо, которых око не видело и ухо не слышало. Блажен и миротворцы, сказал Христос. И добрый пастырь как нельзя лучше побуждает ближних выполнять эту заповедь. Много добра сделал он сам. Много сам в своей многотрудной пастырской деятельности испытал он, умиротворяя всевозможные распри и недоразумения, и других поучает творить это добро. Чего не в силах сделать мы, то силен сделать Бог, который и зверское сердце может сделать агнцем. Кто познал всю важность мира в жизни человека, церковной, гражданской, семейной, естественной, благодатной и крайне вредней согласии и раздора, от которого все приходят, все в расстройство, тот всеми мерами будет стараться и сам поступать со всеми согласиями, и будет содействовать сохранению мира и согласия между людьми. К миру призвал нас Господь. Мы переживаем тяжелое время неверия и материализма. Во всех слоях общества встречается масса людей, зараженных современным, так называемым, либеральным взглядом на религию и на душевные добродетели. В редком случае не натолкнешься на оппонентов всего святого и на гонителей истины. Видя весь вред такого нравственного упадка, отец Ян спрашивает, есть ли теперь поношение и гонение за правду, за веру Христа. Есть и будут до скончания мира, отвечает он, потому что не пришло еще Царствие Божие во всей силе для многих, а для большей части еще совсем не пришло. Есть много нечестий и неправды в самых христианских обществах. Еще не связан сатана и свободно обходит землю. Теперь-то, кажется, он наиболее свирепствует на держащихся правой веры. Только теперь он гонит не пытками, не казнями, а неверием, мнимым прогрессом, либеральностью и так далее. Благочестивых людей, с грустью продолжает он, ныне обзывает именами ханжей, рутинеров, людей, отсталых с узкими взглядами. Веру христианскую называют верою черни, христианскую сострадательность, слабодушием и нервной раздражительностью, милостыню, глупой расточительностью, наружную молитву, лицемерием, услождение и радость молитвенную, идиотством, едва не сумасшествием. Напротив, широкую разнузленность плоти и угождение всем ее бесчисленным похотям, современным прогрессом, озабачиваясь образованием юношества, преимущественно в духе христианском, отец Иоанн обращается в следующем, следующим наставлением к учителям. Светильник для тела, сказанное, есть око. Учитель есть светильник для учеников. Итак, если око его, взгляд его на свой предмет, метод его преподавания будет прост, то все ученики его, хорошо его понимая, будут просвещаться от его преподавания. В них умах все будет светло. Если же око его, взгляд его на предмет, метод его преподавания будет неясен и темен, чужд простоты, наглядности, то и все тело его, то есть все ученики его, будут блуждать своими умами во мраке, ощупью ища истины, затемненные словами, фразами, оборотами речей. Итак, если самый свет, то есть сам учитель будет темен, то какова же будет тьма? То есть ученики, это тьма, которую мы должны просвещать. Ответ очевиден. Итак, господа, преподавание должно быть самое простое. Но если простое, то, само собой разумеется, не многосложное, любящий многосложность, хотя бы в учении, Господь говорит, не лишше глаголите, то есть не говорите лишнего, или ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, или жизнь человека не зависит от изобилия его мнения, то есть, между прочим, и от изобилия многоразличных познаний. Не в том сила, чтобы преподать много, а в том, чтобы преподать немногое, но существенно нужное для ученика в его положении. Область знаний безгранична, но область полезных и существенно необходимых знаний ограничена. Из множества достаточно выбрать самое необходимое и привести это в встроенную систему, соображенную с количеством других предметов, которые ученики должны будут изучать, и с количеством их преподавания. В противном случае мы будем разрушать труды один другого. Что мы хотим сделать из наших юношей? Полезных обществу членов. Хорошо, что хотим сделать полезных обществу членов, но этого мало. Истинно полезные христианскому обществу члены могут быть только воспитанные в христианских понятиях, правилах, обычаях, христиане или добрые сыны православной церкви. Значит, нам нужно образовать не только ученых людей и полезных членов общества, но и, что всего важнее и нужнее, добрых, богобоязненных христиан. Это мы и стараемся делать. Во главе наук стоит закон Божий. Дети по силе своей при учебных занятиях исполняют христианские обязанности, молитвы, чтения Евангелия небольшими отделами. В воскресные и праздничные дни посещают храм Божий и слушают богослужения. В классах слушают и изучают закон Божий. Дай Бог только, чтобы это было сердечно. Наибольшая часть времени, конечно, отдается земной учености, также необходимой. Дай Бог, чтобы из всех знаний и всех наук образовалось в душах детей то стройное согласие, та твердая христианская система познаний, правил и навыков, которые составляют истинное христианское образование и при которой наши питомцы всегда будут и Богу славу, и церкви на утверждение, и украшения, и обществу на пользу. Но если наши питомцы, подавляемые множеством уроков, собственно, светской науки будут урывать для приготовления их часы от службы Божией, что часто бывает с живущими на квартирах, или стоя в храме будут озабочены своими уроками, так что божественная служба не будет доставлять духовной помощи их уму и сердцу просвещать, очищать, укреплять их души. Если они будут скучать в церкви, то дело педагогики потерпит весьма сильный урон, ибо наилучшее педагогическое воспитание, вполне сообразное с волей Божией, доставляет именно церковь своим чудным, небесным, проникающим до костей мозгов богослужением, только бы умел, кто разумно, с верою, вниманием и со страхом Божиим стоять при совершении его. Весь проникнута отеческой любовью к подрастающему поколению, полной горячей заботы о его благе, он говорит, между прочим, ученикам, вы учитесь, дети, языкам, русскому, французскому, немецкому, латинскому, дело хорошее, но смотрите, больше всего учитесь языку любви, самому живому, выразительному, сильному языку. Без него знание языков не принесет никакой существенной пользы. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. В чем же оказывается любовь? А вот в чем. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Итак, дети любезные, с науками внешними старайтесь успевать наиболее в этой внутренней сердечной науке, в науке любви, веры, молитвы, кротости, смирения, обходительности и ласковости, терпения, послушания, теплоты и целомудрия, милосердия и сострадательности к людям, доброжелательства и услужливости, сдержанности во всем, бескорыстия и самоотвержения, в науке ощущения сердца от всяких нечистых, лукавых и злых мыслей, всесходительности к человеческой слабости, терпеливом перенесении всего. Если будете успевать в этой внутренней духовной науке, то поистине будете пшеницей Божией, и соберет вас Господь в жительницу Царствия Своего Небесного, и вы будете благоуспешны и во внешних науках, ибо ищущему прежде Царствие Божие и правды Его все прочее приложится от великодоровитого Бога. В заключении скажу вам изречение одной латинской пословицы. Кто успевает в науке и не успевает в жизни, или худо живет, тот более не успевает, чем успевает, тот скорее идет назад, чем вперед. Примите же это к сведению. Не к одним учителям почтенный пастырь обращается с словом убеждения в искреннем и разумном воспитании детей. Он и родителей, как главнейших руководителей юношества, поучает свято исполнять возложенные на них свыше обязанности, проводя свой неопровержимо верный взгляд на первенствующее воспитательное значение Церкви. «Через этот святой праздник», — говорит он в своем поучении, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, святая Церковь прежде всего преподает урок родителям, вводит чаще своих детей в храм водить и вообще воспитывать их в христианском духе. Почему? Во-первых, потому, что дети — суть достояния Божия, чада Божии, возрожденные и освященные Духом Святым во святой купели, и должны быть воспитываемы в духе Святой Церкви, в благочестии и святости. И Бог потребует от родителей отчета в воспитании, как Отец и как Бог их. Во-вторых, потому, что нигде так хорошо, так благодатно и успешно, дети не могут научиться искреннему благочестию, искренней любви, хвале и благодарения Богу и любви к ближним, как в храме, где Дух Святой и истинный воспитатель особенно почивает и через все получает их. Привыкшие с самой ранней юности к Дому Божию, к Дому Святыни, молитвы и хвалы Божией, и оглашая счастье словословием Божиим, они мало-помалу сами напоятся духом святости и благочестия, получат отвращение к греху и соблазнам мира, их душа закалится, выразимся просто укрепиться в святом расположении. И вот из детяти выйдет и добрый христианин или христианка, и семьянин, и честный гражданин. Христианское воспитание ума, сердца и воли должно быть главной заботой родителей и воспитателей. Эта истина несомненная. Христианское воспитанное дитя не опечалит своих родителей неблагодарностью, неповиновением, своеволием, развратом, мотовством и разгульной жизнью, не посягнет на свою жизнь из-за неудач в погоне за удовольствием и корыстью, не будет глумительно святынею, не будет отвергать вечные истины веры и нравственности, не будет своими умствованиями и поступками расшатывать основы семейной, религиозной и общественной жизни, как это к несчастью бывает теперь с некоторыми юношами и возрастными. Все беспорядки и преступления в семье и обществе происходят от недостатка в преступниках веры в Бога, которая есть корень всякого добра и порядка, и по причине отчуждения их от религии и от церкви. Кто удаляется от церкви, тот удаляется от света, тот удаляется от Бога и впадает в непроглядную тьму страстей человеческих. Учившаяся и недоучившаяся молодежь редко ходит в церковь вообще, не ведет дело воспитания своего духовного, считая его как бы ненужным и отдаваясь житейской суете. На это надо обратить внимание. Это плод гордости, неразвитости духовной. Считает посещение храма и богослужения общественного делом простого народа, да женщин, забывая, что в храме со страхом служат вместе с человеками ангелы и вменяет это себе величайшее блаженство. Не от того ли холодность к общественному богослужению происходит, что одни не понимают его, а другие, хотя и учили науку о богослужении, но ее предпадали им с уха, без примеров, одному рассудку, тогда как богослужение, будучи высоким созерцанием ума, и есть вместе по преимуществу мир, сладость и блаженство для сердца. Учившаяся и недоучившаяся молодежь редко ходит в церковь, вообще не ведет дело воспитания своего духовного, считая его как бы ненужным и отдаваясь житейской суете. На это надо обратить внимание. Это плод гордости, неразвитости духовной. Считают посещение храма и богослужения общественного делом простого народа да женщин, забывая, что в храме со страхом служат вместе с человеками ангелы и вменяют это себе величайшее блаженство. Не от того ли холодность к общественному богослужению происходит, что одни не понимают его, а другие, хотя и учили науку о богослужении, но ее преподавали им сухо, без примеров, одному рассудку, тогда как богослужение, будучи высоким созерцанием ума, и есть вместе и по преимуществу мир, сладость и блаженство для сердца. С необыкновенной строгостью относясь к посту, установленному каноническими правилами церкви, отец Иоанна убеждает и паству не пренебрегать постом, имеющим громадное воздействие на нравственную чистоту. «Что тебе за польза от лакомой пищи и напитков?» — говорит он. «Как тебе не стыдно обременять себя ими? Зачем ты отдаешь себя во власть чувственности? Или тебе это приятно? Смотри, мнимая сладость твоих удовольствий есть опасная приманка плоти. Бойся этой приманки, если хочешь быть с Богом, если хочешь быть вечным, благополучным, то ты должен согласиться, что тебе надо попаститься душою своею, собрать свой ум, помышления исправить, мысли очистить, вместо рубища дать неправедных, рубища дел неправедных, украсить себя драгоценной одеждой добрых дел. Телесный пост установлен для того, чтобы легче было поститься душе. В современном обществе сложились крайне печальные и своеобразные понятия об исповеди, на которые многие смотрят как на простой обряд, как на принудительную гражданскую обязанность, нужную идею для того, чтобы получить свидетельство об исповеди, необходимое в разных случаях жизни и т.п. Но отец Иоанн усматривает такое постыдное отношение к таинству покаяния и, сознавая всю высоту этого таинства, сначала кротко укоряет паству, а потом убеждает. Весьма многие приходят на дух с совершенным равнодушием, и если бы у них не спросили ничего, то они ничего бы не сказали или сказали только вообще, что дегрешен Отец Духовный во всех грехах. Если бы еще это сказали с сердечным сознанием своей вины, нет, то их горе, что без сознания грехов своих, а так, чтобы скорее кончить дело. Возлюбленные, не будем дело крайнего милосердия Божия к нам грешным обращать в повод гневу Божию. Что мы за бесчувственные такие? Нам ли не о чем поскорбеть на исповеди? Мало ли у нас грехов, если бы мы и всю жизнь стали плакать о грехах своих, и тогда бы не сделали ничего лишнего, а только должное. Из многих поучений о крестном знамени не можем не привести несколько слов, указывающих на то, какую важность крестному знамени и предает отец Иоанн. «О, кто мне даст ревность Божию и силу слова?» восприцает он. «Возбудить в христианах нынешнего времени живую веру и должное благоговение ко кресту и распятому на нем. Знаю, что многие невнимательны ко кресту и крестному знамению. Иногда невнимание и неуважение ко кресту простирается до того, что не принимает идущего в дом с крестом и во имя креста служителя Христова. Другие не хотят, как должно изображать на своем грешном теле знамени креста или пренебрегают священническим благословением. Иногда это делают по невниманию, а иногда, о ужас, от ложного стыда. Крестали стыдить всевозлюбленные, которые есть похвала и слава наша. Из тех же поучений приведем еще несколько характерных слов, указывающих на значение, которое досточимый пастырь придает крестному знамению, какую силу ему приписывает, испытав и испытывая ее постоянно на себе. «Много раз я, смиренный и грешный, высказывает он, прогонял от себя невидимых злодеев, то есть страсть духа злобы. Если страсть какая достигнет до моего сердца, тотчас же обращу мысленный взор ко Христу и с живой верой изображу на себе знамение креста. Страсть тотчас исчезнет, а внутренний огонь, неразлучный спутник всякой страсти, также исчезнет. Но и тогда, увы, страсти увлекают меня на некоторое время, и только муки их, внутренне перетерпеваемые, заставляют меня искренне обратиться ко Христу и животворящему его кресту. Так, крест возлюбленная, победа моя над невидимыми врагами. Куда не могу проникнуть я для прогнания их, туда проникнет мой Христос в образе Христа своего и за меня совершит желаемую победу. Дивен во мне Господь, дивен его крест животворящий. Сила Божия в немощи моей совершается. В настоящее время, когда рационалистические секты, как то Штунда, Пашковцы и другие, с поразительной быстротой распространяются в нашем Отечестве и сеют среди пшеницы, говорю о православной церкви, ядовитые плевелы порицают иконопочитание, отрицают мощи святых, кои причудно прославлены Господом и так далее. Отец Иоанн в одном из своих слов напоминает верующим, что в память вечную будет праведник, говоря о чтимом святителе Николае, мощи которого чтутся православными христианами. Святитель Николай жил за 1400 лет назад, а мы вспоминаем его так, как будто бы он только вчера жил и умер, говорит он. Так живо нам представляется его святая богоугодная жизнь, его благотворение людям. Отчего он живет в вечной памяти людей? От того, что добродетель бессмертна, от того, что и по смерти он жив, и живя на небесах, взирает оттоль на нас, живущих на земле, и благотворно действует на тех, которые призывают его в помощь с верою и любовью. Так недаром праведник вечно прославляется церковью. Эта слава есть, так сказать, отголосок его бессмертных великих дел, постоянный отзыв его с неба на наши призывания в нуждах душевных и телесных. Святые Божьи человеки живы и по смерти, и мало того, что живы сами, и других по благодати Божьей оживотворяют душевно и телесно. В заключение приведенных нами отрывков из многофистных сочинений Отца и Анна не можем не познакомить читателя со взглядом почтенного проповедника на нравственную жизнь современного общества вообще. Мы видим, что современный человек упал крайне глубоко, весь погрузился в чувственность, связал всего себя житейскими страстями и чувственными удовольствиями, извратил порядок жизни, указанный Творцом, и таким образом не только не следует Божественному плану спасения нашего, но насколько этот план касается его, разрушает он и. Посмотрите со вниманием на жизнь современного человека, продолжает он, как она неестественна, как нехристиански препровождается. Посмотрите, как он извратил самое наслаждение чувственное. Для обоняния и вкуса и отчасти для самого дыхания он изобрел и воскуряет острый пахучий дым, принося это как бы постоянное кодило демону, живущему во плоти. Заражает этим дымом воздух жилища своего и воздух внешний. Чрево стало идолом. Постов многие совсем не держат, считая их тягостными. Пирование и пьянство сделалось явлениями постоянными. Деньги стали положительно современным кумиром, и для легкого приобретения их люди не пренебрегают никакими средствами, как бы они ни были неблагородны, нечестны. Все помыслы, заботы, забавы, в том числе игры, словом удовольствие, искательство, намерения, предприятия, даже учения, направленные к земле. О небе, о небесном звании, о небесном учении и житии во многих домах нет и помину. Человек христианин, где ты? Как ты глубоко не спал? В какую ты тьму зашел сам добровольно? Да простят нас читатели за несколько пространной выдержки сочинения отца Иоанна, которые мы решили сделать ввиду более полного и общего ознакомления с многочисленными проповедями почтенного пастыря, с его нравственными убеждениями и взглядами. Сочинения его, как мы уже упоминали, были первоначально изгнаны в 13 выпусках. В настоящее время печатается полное собрание его сочинений, еще не законченное. В 4 и 5 томах напечатаны мысли отца Иоанна под заглавием «Моя жизненного Христе» или минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге, извлечения из дневника. На каждый праздник, на каждое событие у отца Иоанна есть по несколько поучений. Словом, все сочинения его, выпущенные в продажу, заключают в себе слова, беседы, поучения и речи на круглый церковный год и на все выдающиеся события и разные случаи. Теперь приведем несколько отзывов некоторых компетентных лиц о дневнике отца Иоанна. Богословский вестник, издающий Примосковской Духовной Академии в одном из номеров настоящего года статье «Впечатление читателя дневника отца Иоанна Кронштадтского говорит так «Книга «Моя жизнь во Христе» может вызвать сильный переворот в сердцах читателей. Много есть людей, у которых не совсем угасло стремление найти истину. Искание истины даже слабое и ложе направленное, даже подавляемое и заглушаемое превратными понятиями и лжеучениями, может привлечь благодать и ее спасительное руководство. Для ищущих истины дневник отца Иоанна послужит путеводной нитью, при помощи которой можно будет выйти на прямой путь, ведущий от глубокой тьмы неведения и заблуждения к светлому и отрадному познанию истины. Особенность отличающей этот замечательный дневник состоит в том, что его чтение поднимает и вызывает наш дух живым и сильным раскрытием высокого и нравственного значения человека как образа Божия, раскрытием цели, к которой должно стремиться каждое разумное существо и которую составляет уподобление вечному, высочайшему идеалу совершенства, раскрытием препятствий ставимых на этом пути врагами спасения, раскрытием долга сострадания и снисхождения к каждому человеку, пребывающему в заблуждении и увлекаемому страстями, иногда вольной, а иногда и невольной жертве противоборствующих невидимых сил. Великие образцы подвижничества вызваны в свое время верою христианскую, но ныне требуется подвижничество иного рода. Не аскетизм, не удаление в пустыне для уединенных молитвенных подвигов и созерцаний, а нужны люди, которые, живя среди подобных себе людей, святили бы им своею жизнью, своим живым благодатным словом, спасая их от ложных направлений, извлекая их из мрака заблуждений и погружения в чувственность, обращая их к свету истины, добра, мира, любви, духовного преуспеяния, направляя всех в царство вечной любви, мира и блаженства. Дневник Отца Иоанна могут хорошо понимать и усваивать душою только те, которые сроднились с Духом с Христовой верой, а не те, которые будут считать его из любопытства, как новость для личного развлечения, без участия сердца, не имея достаточного знакомства с духовным языком и не различая его от обыкновенной человеческой речи. Когда читаешь дневник, то чувствуешь, что писавший его находился в состоянии особого вдохновения, которого не отыщешь во многих других произведениях духовной литературы и в такой степени едва ли найдешь хотя в одном из произведений современной печати. Вдохновенное слово Отца Иоанна может производить чудное действие на людей, способных проникнуться им, усвоить себе всю его духовную красоту. Оно поистине может открыть мир для тех, которые сердечно отнесутся к нему. Но много ли найдется таких людей? Не больше ли часть читающих отнесется к этому слову равнодушно, скользь, или с неправильным пониманием, или что еще хуже, с превратным взглядом и ложными предвзятыми понятиями, и даже еще будет почитать себя, вправе судить о книги, так мало для ней доступной. О, если бы истинный источник воды живой своим словом и словом верных рабов своих обильно напоил жаждущие души, отрадно верить, что так и будет, если мы откроем сердца свои. Священник страхов пишет в московских церковных ведомостях, характер дневника хорошо определяется тем самым заглавием, которое дано ему в печатном издании самим автором. В дневнике отца Иоанна есть изображение тех минут духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге, которых он удостоился и которые составляют его жизнь во Христе. Таким образом, он есть дневник собственно духовной жизни отца Иоанна, запись благодатных мыслей и чувств, рождавшихся в нем вследствие того благодатного озарения души, которого он, по его собственным словам, удостоился от всепросвещающего Духа Божия в минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания, особенно во время молитвы. Эти мысли и чувства обращены или к самому Господу Богу в форме молитвы, и к своему Я в форме бесед с самим собою, или же к другим лицам в форме наставлений, как бы отрывков из проповеднических произведений. Они касаются различных предметов веры и нравоучения и имеют важное теоретическое значение. Глубокие мысли высказывает Отец Иоан о промысле Божьем, о таинстве святейшей Евхаристии, об отношении между членами церквей небесной и земной, о молитвах святых и другое. Но этого мало. Дневник Отца Иоанна имеет большое значение. Это школа духовной жизни. Это потому, что об явлениях духовной жизни автор говорит не только как такой человек, которому через образование науками. Господь открыл все богатство веры и природы и разума человеческого, обильно открыл истину свою и правду свою, но и более того, как человек, имевший богатый духовный опыт. Отсюда, например, мысль о молитве или благодатных дарах причащения тела и крови Христовых и другое получает особое значение. Излагая их, Отец Иоанн часто указывает на свой собственный опыт, восклицает «Истина с опыта». В читающем эти мысли не должно ли возгореться желание, хотя и отчасти, достигнуть той духовной жизни, которая изображается о том Иоанном по опыту, насладиться радостью и миром о духе святем, испытать сладость причащения святых тайн и так далее. И для этого трудиться над своей собственной душою, употребляя испытанные отцом Иоанном средства, глубокое внимание к себе самоиспытания и молитва. И нам думается, что сам досточимый пастырь, главным образом ради возбуждения в других жажды духовной жизни, дозволил издать в свет свой интимный дневник. Исповедуя благодать Божией, по которой он удостоился минут духовного трезвения и осозерцания, он исповедовал это ради того, чтобы Бог, источник духовной жизни, был познан и другими людьми. Благодарение Богу за дарованное ему опытное познание жизни в нем, он заключает такими молительными словами, познан будь и прочими людьми твоими, так же, как ты явился и мне, человека, любче. Бирский священник отец Спиранский пишет в редакции русского паломника по поводу печатающегося дневника следующее «Примите мою признательность и благодарность за помещаемые в издаваемом вами журнале русский паломник отрывки из дневника протоиерея Иоанна Ильича Сергиева». Живую веру светлые надежды и отрадные утешения поселяют эти краткие, но вместе тем глубоко назидательные, чистые и высоко истинные, высокие истины в метущейся душе великого грешника христианина. Как легко становится на душе, когда прочтешь и прочувствуешь эти золотые и краткие строки из дневника уважаемого светильника Церкви Христовой. А как живо полно отвечают они на все вопросы твоего пытливого ума, жаждущего иногда постигнуть истины и без того уже ясное, еще с большей очевидностью, так сказать, с ревностью и не по разуму, я точнее этих не находил ответов. Он описание дневника сам отец Иоанн в своей автобиографии говорит так. С первых же дней своего высокого служения я поставил себе за правило, сколь возможно искренне относиться к своему делу пастырства и священнослужения, строго следить за собой, за своей внутренней жизнью. С этой целью я прежде всего принялся за чтение священного писания Ветхвойного Завета, извлекая из него назидательное для себя, как для человека, священника и члена общества. Потом я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы ко Господу и свои благодарные чувства за избавление от искушений, скорбей и напастей. Затем в одном месте дневника он говорит так. И я не оставлен беспомощным в спасительной брани с невидимым врагом. Я возводил отчима и полные слез к небу, откуда приходила всегда ко мне помощь, хотя часто ни вдруг и ни скоро, по причине бывшей неопытности в искушениях на молитве. При непрестанных внутренних искушениях я должен был постоянно обращать душевное око мое внутрь себя, чтобы усматривать нападение невидимых врагов. И таким образом приучил себя почти к непрестанному духовному созерцанию и тайной молитве и всегда с нему благодарению Господа за неспосылаемую мне помощь в духовной войне, ибо с помощью Божией я всегда в конце концов выходил победителем из нее, хотя при начале моего служения был часто побеждаем коварством и хитростью бесплотных врагов. При таком характере моей внутренней жизни Господь сподоблял меня часто чудных внутренних озарений и светлых мыслей касательно молитвы вообще и разных предметов веры и жизни христианской. Я старался не пропускать их без особенного внимания и записывал их в свой дневник. Таким образом составилось в течение 35 лет много рукописных заметок моих об этих предметах которые я смеливаюсь предложить в извлечении внимания почтенной публики. Это самые беглые летучие заметки написанные на всяком месте то карандашом то чернилами. Прошу не взыскать за то что было написано для себя а не на показ кому-либо. В преисловии к своему изданию дневника он высказывается таким образом все содержащееся в нем то есть в дневнике есть не иное что как благодатное озарение души которого я удостоился от всепросвещающего духа Божия в минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания особенно во время молитвы когда мог я записывал благодатные мысли и чувства и из этих записок многих годов составилась теперь книга теперь предложат читатели выдержки из обширного дневника Цаяна обильно открыл ты мне господи истину твою и правду твою через образование меня науками открыл ты мне все богатство веры и природы и разума человеческого уведал я слово твое слово любви проходящее до разделения души и духа нашего изучил законы ума человеческого и его любомудрия строение красоту речи проник отчасти в тайны природы в законы ее в бездны мироздания и законы мирообращения зная населенность земного шара сведал о народах отдельных о лицах знаменитых о делах их прошедших своей чередой в мире отчасти познал великую науку самопознания и приближения к тебе словом многое многое узнал я так что большее разума человеческого показано мне Террахов 3.23 и доселе еще многое узнаю много книг у меня многоразличного содержания читаю и перечитываю их но все еще не насытился все еще дух мой жаждет знаний все сердце мое не удовлетворяется не сыто и от всех познаний приобретенных умом не может получить полного блаженства когда же оно насытится насытится когда явит меня в славе своей а до тех пор я не насыщусь пьющий от воды сей от мирских знаний возжаждет снова а пьющий от воды которую я дам ему не возжаждет во веки но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную сказал спаситель куда не посмотрю сердечными очами внутрь ли себя на себя ли вне ли себя везде вижу сильный повод благодарения и словословию господа особенно когда смотрю только внутрь себя тогда вижу самый сильный повод к прошению благодарению и словословию вся сила сердца моего весь свет от чей сердца моего от Бога вся Я крепость телесная, все служащее к поддержанию жизни телесной, от Бога. Везде вижу славу, единую славу Бога моего, и ничего не вижу в себе, чем бы мог я похвалиться, как своим. Слава дающему мне крепость, слава действующему мною и во мне, так как я ничего своего не имею, а имею все от Бога до малейшего доброго движения сердечного, до мысли святой и святой, а без Бога я ничтожество, хуже всякое, хуже я всякое зло, то я имею сильный повод за всех прибегать с прошением к Богу. Особенно я имею сильный повод благодарить Бога моего за причистые и животворящие Его тайны, тело и кровь, а они все для меня. Если я, будучи человек немощный, когда захочу сделать что-либо заключающееся в пределах моей возможности, то сделаю. Например, хочу написать сочинение и напишу, захочу излечить болезнь и излечу, захочу сделать вещь и сделаю, например, построить дом, храм и построю. Или, например, скажу одному, приди и придет, отойди и отойдет, сделай то и сделает, то Бог ли всемогущий не сделает всего, что только восхочет? Бог наш на небесах и на земле делает все, что хочет. Если человек иногда только скажет два слова, что было то-то, и бывает, хотя не вдруг, а через несколько времени, то не сделается ли вдруг все, что наречется от слова Творца? Не от одного ли его слова вдруг сделается все, что он не восхочет? Он скажет и сделается, он повелит и создастся. Мы не творцы людей, а они, по нашему слову, делают так много. Мы не творцы вещей, но вещи по нашему желанию и действию принимают тысячи форм, служат для бесчисленных потребностей и удовольствий. Мы не творцы вещей, но творим из вещества великие и малые предметы. Сам ли Творец везде все исполняющий, по слову которого все пришло из небытия в бытие, по мысли, по воле и слову, коего сотворено и существует все бесконечное разнообразие вещей, не сотворит, что захочет? Если врач-человек оживляет иногда полумертвого по причине знания своего дела и по искусному меткому воздействию на причину болезни, то Творец ли врачей и врачевания не исцелит одним хотеньем и словом всякой болезни? Творец ли не воздвигнет и мертвеца одним словом своим? Дадим славу ему мы, маловерные, и скажем ему от сердца, «Все возможно тебе, Владыка, невозможного тебе нет». Аминь. Кто я? С одной стороны, грех, бездна греховная, весь противление Богу Всетворцу и Вседетелю, достойный всякого осуждения и муки. С другой, совершенная скудость всякой добродетелю и немощь для всякой добродетели. Так я глубоко пал, растлел, изнемог. Не могу я без Спасителя моего творить ничего, по слову его и по опытам моим бесчисленным. Он сотворил мне душу и тело, он возрастил, он образовал мои способности, он и творит во мне все благое, если я делаю что благое, а мое только злое. Но творче мой и избавителю мой, ты сотворил меня, я твое создание, твой раб, ты управляй мною. Ты твори через меня волю твою, дай мне благодать, волю мною совершенно покорить, твоей воле мою, ибо этого без твоей благодати не могу сделать. Ты пастырь мой, спаси меня, ты спаситель мой, спаси меня. Ты свет мой, просвети меня, ты сила моя, укрепи меня. Как я поврежден грехом! Что-нибудь худое, злое, нечистое тотчас мыслится и чувствуется в сердце, а доброе, хорошее, чистое, святое часто только мыслится и говорится, а не чувствуется. Увы мне, еще зло ближе к моему сердцу, чем добро. Господи, все сосуд Твой я, наполни меня дарованиями Духа Твоего Святого. Без Тебя я пусть всякого блага или более полн всякого греха. Господи, вот корабль Твой я, исполни меня грузом добрых дел. Господи, все ковчег Твой, исполни его не прелести и серебролюбие и сластей, а любовью к Тебе и к одушевленному образу Твоему человеку. Господи, дай мне простирать к Тебе моления о всем мире и о всем исполнении церковном, всегда любовью всеоблемлющей и нелицемерно, ибо я по благодати Твоей молитвенник о всех и о своих грехах. Дай мне, Господи, Божий, отче, созерцать любовь Твою неизреченную к миру, даровавшую нам Сына Своего возлюбленного, единородного. Дай мне, Господи, Сыне Божий, созерцать истощение Твое в мире и на кресте нашего ради спасения. Дай мне, Божий Дух Святый, созерцать благодать Твою преизобильно изливающиеся и изливающиеся на мир ради заслуг Господа Иисуса Христа, исполняющие столь часто и мое окаянное сердце. Троица Святая, дай мне славить Тебя непрестанно сердцем и устами, а более делами. Благодарю Господа, сильного в благости и благого в крепости Своей, за помилование скорое и великое, за исцеление глубоких язв, сердечных, причиненных грехом. Что не могла сделать домашняя продолжительная молитва, то сделала одно прикосновение к животворящему, славному и страшному престолу Божию в храме святых, первоверховных апостолов Петра и Павла. Язва сердца, смущение, скорбь и теснота вдруг исчезли, как бы великая гора отпала от сердца. Я сделался мирен, на сердце стала легкость, простор и дерзновение. Дивны дела Твои, Господи! Дивен Ты, сидящий на престоле славы Своей в храмах христианских! Господи, Судья праведнейший и Спаситель многомилостивый и Вседержитель! Слава непобедимой благости Твоей! Слава неисчетной силе Твоей, царь веков! Господи, Ты пришел спасти нас верою, которая в Тебя! Все верую! Ибо Ты есть Спаситель мой! Спаси меня! Ты пришел обновить распленное грехом естество мое! Обнови меня, расплившего себя страстями и похотями! Обнови душевно и телесно, да буду чист сердцем и крепок телом для славы Твоего имени! Ты пришел избавить нас от работы, вражи! Избавь меня от работы, врагу всезлобному, нечистому, скверному и омерзенному, Воюющему в членах моих и склоняющему, насилием ликущему меня ко греху! Ты пришел просветить нас! Просвети, омраченное страстями, сердце мое! Ты пришел собрать расточенное! Собери мысли мои расточенные врагом! Ты пришел укрепить нас в немощи наше и сказал, Сила моя в немощи совершается! И апостол Твой говорит, Что хвалися, если должно мне, то буду хвалиться немощи моими, Да селится в меня сила Христова! Все! Я крайне немощен и не могу без Тебя творить ничего доброго! Не могу без Тебя ни мыслить, ни чувствовать хорошего, Ни желать хорошего, ни говорить, ни делать! Я решительно немощен для всякого добра без Тебя! Дай же мне благодать! Дай свет и силу мыслить и чувствовать добро, И удобно совершать его, говорить и делать, что Тебе благоугодно! Все! Вся жизнь моя я предаю Тебе, Христу, Богу, Спасителю моему, Обновителю моему! Очисти, освети и спаси меня! Сердце чистое созижди во мне, Боже, И Дух правый обнови во утробе моей! Помоги мне! Близка и скоро без Тебя погибель моя на всякий час! Я ничто, но по благодати Священства, через преподание Божественного Тела и Крови, Делаешь вторичным или третичным виновником исцеления болезней! Через меня благодать Духа возрождает к пакебе Тебю младенцев и возрастных, Совершает в Таинстве и Харистии Тело и Крови Иисуса Христа, Соединяет верных с Божеством, Через меня решит и вяжет грехи человеческие, Затворяет и отворяет небо, Подает душеспасительные советы, правила и прочее! О, как досточим сам священство! Братья, видите ли, сколько благодеяний изливает на нас Творец и Спаситель через священников! Сколь беспристрастен должен быть священник к земным вещам, Чтобы, совершая тайные службы и столь высокое пренебесное таинство, Быть неуловимым от врага и гореть, Всегда чистой любовью к Богу и к сочеловекам, погибающим от грехов, И спасаемым благодатью Христовой во Святом Духе! Но сколь велик навык наш ко греху, Сколь сильны наши пристрастия земные, И, совершая таинство, мы иногда не отлагаем Совершенно житейских попечений и пристрастий По навыкновению к ним, И потому враг смущает, омрачает и превращает наш ум, Связует сердце и берет нас в свой тяжкий плен и поделом. Не мечтай! Священник должен быть ангелом по возвышенности мыслей, По чистоте душевной и телесной, По горячности к Богу Всетворцу и Спасителю, И к людям своим братьям. Священник, как врач душ, Сам должен быть свободен от душевных недугов, То есть от страстей, чтобы врачевать других, Как пастырь должен сам быть упасен на пажетях злачных, Евангельских и святоотеческих, Чтобы знать, где пасти словесных овец, Сам должен быть искусен в борьбе с мысленными волками, Чтобы уметь прогонять их от стада Христова, Должен быть искусен и силен в молитве, воздержании, Не должен быть связан с житейскими похотями и сластями, Особенно любостяжанием, славолюбием, гордостью, Словом, должен быть сам светом, чтобы просвещать других, Солью духовную, чтобы предохранять других от душевного растления, И сам быть свободным от растления страстей, Спротивно исключая ему всякий больной духовно, Может сказать, врач, исцелися сам, Исцелися сам наперед, а потом я дам тебе лечить себя, Лисомер, вытащи прежде бревно из глаза твоего, И тогда увидишь, как вытащить сучок из моего глаза. Священник всемерно должен стараться поддержать в себе смелость, Мужество, дерзновение, Вопреки бесплотному врагу, Непрестанно встивающему в него свою мечтательную боязнь, Свой нелепый страх, Иначе он не может быть обличителем пороков людских, Не истинным служителем таинств. Дерзновение — великий дар Божий и великое сокровище души. В земной брани или войне смелость или храбрость много значит, Ибо она творит просто чудеса, А в духовной брани и тем паче. Ты представитель веры и церкви, о Иерей, Ты представитель самого Христа Господа, Ты должен быть образцом кротости, чистоты, Мужества, твердости, терпения возвышенного духа. Ты делаешь дело Божие, И ни перед кем не должен упадать духом, Никому не должен льстить, раболепствовать И считать дело свое выше всех дел человеческих. Внимай в себе непрестанно, чтобы не истякла в тебе духовная жизнь, Духовное мудрование. Размышляй чаще о всем том, что читаешь и поешь, Или слушаешь в церкви, или иногда на дому. Живи жизнью святых, молитвою, мудрованием их, Добродетелями их, Кротости, смиренно мудрием, Незлобием, непощадением и отвержением себя, Своего покоя, довольства и наслаждения, Ради любви к Богу и ближнему. Истинный пастырь и отец своих посомых Будет жить в признательной памяти их И по смерти своей. Они будут прославлять его, И чем меньше он будет заботиться В своем прославлении здесь, на земле, При своих усердных трудах По спасении их, Тем больше просияет слава его по смерти. Он и мертвый будет заставлять их Говорить о себе. Такова слава трудящимся на пользу общую. Сладость моя бесконечная. Господи Иисусе Христе, Каких сладостей не дал ты мне Вкусить в бытие моем временном. Благодарю тебя. Милость моя, сладость моя. Но если земные сладости так многочисленны, Разнообразны, приятны, То каковы сладости небесные, духовные? Они поистине бесконечны, Бесчисленны, невообразимо приятны. Не лиши же меня многомилостивой, Прищедри Господи и небесных твоих сладостей, Которой ты уготовил любящим тебя. Не лиши их и прочих людей твоих. Дай им всем познать тебя, Господи, Сладость нашу. Ведь ты — это сладость наша, Повсюду и на земле. То есть твое дело — всякая сладость. Впрочем, дай мне, Господи, Благодушно переносите скорби жизни. Они нужны для моей многострастной плоти, Для моего ветхого человека, Человеколюбче. Но учи переносить их благодушно и прочих людей твоих, И дай им познать нужду их. Скорби терпящие, В мире будете иметь скорби. Бог есть любовь, А я — образ Божий. Значит, и я должен быть весь любовь. Бог есть простейшее благо, Чуждое всякой тени зла. Я — образ Божий. Значит, я должен быть так же, Совершенно благим, Без всякой тени даже зла. Если враг будет смущать тебя пищей или питьем, Скажи ему, Вот моя пища и питье. Тело и кровь Господа нашего, Они неотъемлемы от меня. Да коли я священник, Я каждую неделю могу причащаться их, И большей частью, Несколько раз в неделю. Кроме того, Если я буду искать в себе Царствие Божие, Упованием на Него, Господа моего, То все земное для меня нужно Приложится по Писанию. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, И все сие приложится вам. Верен Бог мой. Все для меня Бог. Эти слова Вкоренились глубоко размышлением. Ничем не озлобляйся, Побеждай все любовью, Всякие обиды, капризы, Всякие неприятности семейные, Не знай ничего, кроме любви. Вини всегда искренне себя, Признавая себя виновником неприятностей, Говори, Я виноват, я грешен. Помни, что как ты немощен, Так и ближний. А немощь за немощь уничтожается, И винить нечего немощных и грешных, Если они признаются в своей немощи. Дьявола сильного в возле надо винить. Столько заботится Отец Небесный обо мне, О моей жизни, о моем спасении, Что Сына Своего Единородного Не пожалел для меня И послал Его в мир на страдания и смерть, И питает меня Его плотью и кровью. Может ли же быть, Чтобы Он не позаботился обо мне В менее важном Или лишил меня с моими пристами Достаточного пропитания. Это доселе не было, Да и не будет. Ищите прежде Царствие Божие, Правды Его, И все сие приложится вам. Вам же, У вас же и волосы на голове Все сочтены. Не бойтесь же. Жизнь моя, Господь бесконечный, Сущий, Вседержитель, Я весь погружен в этой жизни, Тот, который над всеми И во всех, и через всех в нас. Я всегда перед лицом Божиим И всегда в Боге, и Он во мне. На пищу ли питье, на деньги ли, На человека ли я надеяться буду, Не слепец ли я буду тогда, Воистину, Бог моя надежда, Он все для меня. Помнить надо чаще слова спасовую. Если не смиритесь, И не будете как дети, Не войдете в Царство Небесное. И апостола, Как новорожденные младенцы, Примите словесное молоко, Возлюбите, И возрастайте от него во спасение. Нелесное, не обманчивое, Непритворное, истинное. Особенно будь кроток и терпелив в болезни И в разных неблагоприятных обстоятельствах, Ибо тогда мы особенно порываемся К раздражительности, Изнеженные довольством, Здоровьем, счастьем и покоем. Счастливые из нас те, Которые ничего не имеют, Или мало имеют, Потому что не связываются с купостью. Злобы, как огня бойся. Ни из-за какого благовидного предлога, Тем более из-за чего-либо тебе неприятного, Не допускай ее в сердце. Злоба всегда есть злоба, Всегда исчадие дьявольское. Злоба приходит иногда в сердце Под предлогом ревности о славе Божией, Или о благе ближних. Не верь. И ревности своей в этом случае. Она ложь. Или ревность не по разуму. Поревнуй о том, Чтобы в тебе не было злобы. Бог ничем так не прославляется, Как любовью все терпящую. И ничем так не бесчестуется И не оскорбляется, как злобою. Как бы она не прикрывалась благовидно. Под маской попечения о нищих Иуда, скрывая злобу свою на Господа, Придал его за тридцать сребреников. Помни, что враг неусыпно ищет твоей погибели И нападает на тебя тогда, Когда ты менее всего ожидаешь его. Злоба его бесконечна. Не связывайся самолюбием и сластолюбием. Да неудобно они пленят тебя. Бог не истощен для людей в дарах своих. Вот уже 7370 лет, Писано в 1863 году, Он с избытком питает всех тварей. Везде видно довольство, радость. Только жадные богачи слишком много Загребают свои руки и удерживают В своих сокровищах дары Божии, Которые могли бы продовольствовать С избытком сотни и тысячи бедных. Человек, Веруй твердо в неистощимость Божию В дарах своих И раздробляй охотно алчущим хлеб твой. Чем больше будешь подавать, Тем больше будет Бог посылать тебе. Таков Божий закон, Мерой которой мерить и отмериться тебе. Научись вспоминать и произносить Имя Бог всегда С великой верою, благоговением, Любовью и благодарным сердцем. Никогда не произноси его легкомысленно. Говори и делай всякую правду без сомнений, Смело, твердо, решительно. Избегай сомнений, робости, вялости и нерешительности. Не дал нам Бог духа боязни, Но силы и любви. Господь наш есть Господь сил. Дыши верою, Несомнительностью в Божьей истине, Упованием на Бога и любовью к Богу и ближнему. А как этому помочь? Неверием в прочность всего земного, Не упованием на земные блага, Пищу, питье, деньги, богатства, земные связи. Нелюбовью, равнодушием ко всему земному тленному. Ни к чему не прилепляйся с сердцем, Ни к чему не иметь пристрастия. О горнем размышляйте, а не о земном. Да торжествует бесконечная любовь и милосердие владыки, Вследствие нашего искреннего признания и исповедания грехов. И да посрамится в конец греховная лесть дьявола, Научающего нас таить свои грехи и не сознаваться в них. Да расторгнуться через покаяние все сети и связи дьявольские, как паутина. Дьявол домогается, чтобы мы утаивались со своими грехами, И тем удобнее и больше во тьме предавались им. А мы будем и здесь разрушать его козни, Будем провозглашать их, Чтобы и нам, и всем другим было видно, Какой мерзости мы предаемся или предавались, И чтобы тем удобнее по сознанию мерзости исправлялись в ней. Скажи сказанное беззаконие твое, А не молчи о них, чтобы оправдаться. Говори, ничего своего не имею, все Божье. Своё это выражение грешной нашей плоти. Все общее. Вот слова обновленного человека. И все было у них общее, И никто ничего не называл своим. Господи, Твое есть дать мне сие. Братья, готовьтесь к соединению с Богом, Бросьте суету земную, Займитесь великим делом самоощущения и самоусовершенствования. Возлюбите прогресс веры и добродетелей, А не прогресс века сего. Мы приготовляемся на земле узречь художника всякой твари, Видимой и невидимой, красоту всего. Вы дети мои, ибо я родил и рождаю вас благовествованием о Христе Иисусе. Духовная кровь моя, наставления мои текут в жилах ваших. Я напоил и пою вас, как бы из сосов мать, молоком словесным. Вы дети мои, потому что я имею вас всегда в сердце своем и молюсь за вас. Вы дети мои, потому что вы духовные чадо мои. Вы дети мои, потому что я действительно как священник, отец, и вы называете меня батюшкой. Дети. Это слово очень-очень не нравится дьяволу, виновнику нелюбви, злобы и лицемерия. Но я, Богу помогающему, ни на минуту не повинуюсь ему, дьяволу, и буду не иначе называть вас, как детьми, ибо вы действительно дети и по самому существу природы, и по принимаемым с меня наставлениям и отеческому руководству. Сказать искренно чужим детям «дети» можно только духом святым, духом истины и любви. Не заботься о деньгах. Если будет нужно, то Бог как манна насыплет тебе их, или как перепелов нагонит их тебе. Господня земля и все, что наполняет ее вселенной и все живущие на ней. Ищи прежде Царствие Божие, спасение человеков, утверждение их в вере, исправление их нравов. Отвердай свою веру, очищай свое сердце, проходи добросовестно свое звание, исправляй тщательно все свои обязанности, и все, деньги, пища, одежда и прочее приложится тебе. Не унывай и не ослабевай духом, видя внутри себя постоянную борьбу зла с добром. Но как добрый и мужественный воин Иисуса Христа, подвигоположника, мужественно борись со злобою, взирая на венец, уготовляемый владыкою всех, побеждающим зло в мире всем и в плоти своей, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Сколько раз, о, владыко Господи Иисусе, обновлял ты легкомысленно расплеваемое грехами моими естество мое, нет тому числа и меры. Сколько раз ты изумал меня из печи, горящей у меня внутри, из печи страстей многоразличных, из пропасти уныния и отчаяния. Сколько раз одним именем Твоим с верой мною призываемым обновлял ты мое растление сердечное. Сколько раз совершил это через животворящие тайны. О, владыко, милостям Твоим ко мне грешному поистине нет числа и меры. Что же я принесу Тебе, или что воздам Тебе за безмерные Твои ко мне благодеяния, Иисусе, жизнь моя и легкость моя? Да буду я осмотрительным в путях моих по благодати Твоей, ибо Тебе приятны все осмотрительные в пути, как Ты духом Своим устами Отца нашего Давида сказал, Пс. 18.2.17.21 Постараюсь быть верным Тебе, смиренным, кротким, нераздражительным, незлобивым, долготерпеливым, трудолюбивым, милостивым, щедрым, нелюбостяжательным, послушным. Благотвори бедному доброхотно, без мнительности, сомнений и мелочной пытливости, и памятуя, что Ты в лице бедного благотворишь самому Христу пописанному. Так как Вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали Мне. Знай, что милостыня Твоя всегда ничтожна в сравнении с человеком, этим чадом Божьим. Знай, что Твоя милостыня есть земля и прах. Знай, что свещественная милостыня непременно должна об руку следовать духовная. Ласковая, братская, с чистосердечной любовью обращение с ближним. Не давай ему заметить, что Ты одолжаешь его, не покажи гордого вида. Подавай, сказано в простоте, милая с добрым изволением. Смотри же, не отнимай цены у своей милостыни вещественной через неоказание духовной. Знай, что владыка на суде и добрые дела Твои испытывает. Милостыня хороша и спасительна, когда соединяется с исправлением сердца от гордости, злобы, зависти, праздности, лености, чревоугодия, блуда, лжи и обмана и прочих грехов. А если человек не заботится об исправлении сердца своего, надеясь на свою милостыню, то он мало получит пользы от ней, ибо что одной рукой созидает, то другое разрушает. Человек, вы сами видите, в слове своем не умирает, он бессмертен в нем и по смерти говорит. Я умру, но и по смерти буду говорить. Сколько между людьми этого бессмертного слова, которое оставили по себе давным-давно умершее, и которое живет в устах иногда целого народа. Как живуще слово, даже человеческое, тем более слово Божие, оно переживает все века и будет всегда живо и действенно. Ты хочешь постигнуть непостижимое, но можешь ли понять, как постигают тебя внутренние, убивающие душу твою скорби, и найти средства вне Господа? Как их прогонять? Узнай же сердцем, как освобождаться тебе от скорбей, как соделывать покойным сердце свое, и тогда, если нужно, мудрствуя о непостижимом. Если ты подлинно хочешь быть смиренным, то жаждай всяких обид и притеснений себе, как голодный алчат пищи, ибо по правде Божией ты этого достоин. Если ты хочешь быть истинно смиренным, то считай себя ниже всех, попранием всех, ибо ты ежедневно, ежечасно попираешь закон Господа, и, значит, самого Господа. Крепко наблюдая за проявлениями гордости, она проявляется незаметно, особенно в огорчении, раздражительности на других из-за самых неважных причин. Письмена Слово Божие вернее и яснее говорят о мире, чем самый мир или расположение слоев земных. Письмена природы внутри ее, как мертво и безгласно, ничего определенного не выражают. «Где ты был, человек, когда я основывал землю?» Еф. 38.4. «Разве ты был при Боге, когда он устроял вселенную?» «Кто уразумел ум Господень, или кто советником был Ему?» Исайя 40.13. «А вы, геологи, хвалитесь, что уразумели в построении слоев земли ум Господень, и утверждаете это наперекор священному бытописанию. Вы более верите мертвым буквам слоев земных, бездушной земле, чем боговдохновенным словам великого пророка и боговица Моисея». «Величайшее светило отражается в бесконечно малых телах земных, в бесчисленном множестве их, и образ человека отражается в бесконечно малых зрачках глаз. Так мысленное Солнце, Христос, изображается в бесконечно малых существах, людях, в бесконечно множестве их, также в бесконечно малых частицах тела и крови своей, потому что первая вечная жизнь препроста и единична. «Солнце, отражаясь во множестве малых и великих тел, освещает весь мир, покрывая собой всего его, так и Господь». «Ветер один и тот же, но в бесчисленном многих местах производит силы, так и Дух Божий один и тот же, но в бесчисленных соборах ангельских являет силой крепость свою, во всех святых человеках дышит, где хочет, и голос его слышишь». «Если будешь жадностью много есть и пить, то будешь плоть, а если будешь паститься и молиться, то будешь Дух. Не упивайтесь вином, но более исполняйтесь Духом. Пастись и молись, и совершишь великие дела. Сыт и не способен к великому делу. Имей простоту веры, и совершишь великие дела, ибо все возможно верующему. Имей тщанье и усердие, и совершишь великие дела. «Каждое слово молитвы, помилуй меня Божия», владыка слышит, исполняет каждое слово, опыт. «Только бы о сердце говорили, так и все слова других молитв, даже наши собственные искренние молитвы». «О, благопослушный владыка, слава тебе! Просите и дастся, вам ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает. Только в простоте сердца, без сомнения, молитесь. Терпи с благопокорностью воли Божией всякую скорбь, всякую болезнь и немощь, всякий труд, всякую обиду и неприятность, говоря «Да будет воля твоя!» И зная, что благость Божия ведет все к лучшему для тебя, и что всякую неприятность Господь удобно может притворить в счастье и радость. При исповеди не жалей себя, не торопись, не горечись, не озлобляйся на приходящих детей. Говори себе, это мое удовольствие подробно исповедовать моих духовных детей, овец Господа моего. Этим я приношу приятнейшую жертву Господу моему, положившему за нас душу свою, и приношу великую пользу самим духовным чадам, да и себе, потому что добровольно исполняю свое важное дело и имею спокойную совесть. И время течет, не останавливаясь, и тело мое при жизни еще постоянно меняется и приходит, и мир весь, как видно по его движению, тоже приходит. И как будто поспешает к предположенному концу своему, как заведенная машина. Где же постоянное? Постоянное то, что все это движет и заправляет к своим целям, направляет к своим целям. Постоянное первая причина всего сложного и сотворенного, которая сама не сложная и потому не приходящая, вечно. Постоянное еще созданное по обозу первой вины духи ангелов и человеков. Все остальное – мыльный пузырь. Не унижаю этими словами творение, но говорю так о нем сравнительно с Творцом и с блаженными духами. Владычица Богородица, Ты, коя любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно. Да молимся Тебе всегда усердно. Да прибегаем всегда под кровь Твой, неленостно и без сомнения. Как в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно, так и в животворящих тайнах тела и крови Его. В малом человеческом теле вся полнота бесконечного, невместимого Божества, и в малом агнце или хлебе, в каждой малейшей частице Его вся Божественная полнота. Слава всемогуществу и благости Твоей, Господи! Ближний, равноправное мне существо, то же человек, что я, тот же образ Божий. И как он, то же, что я, то и любит. Любить его надо мне, как я сам себя люблю. Возлюби ближнего Твоего, как себя. Надо наблюдать его, как свою плоть и кровь, обращаясь с любовью, кротко, ласково, прощая погрешности его, как себе охотно прощаю, как сам жажду от других прощения или снисхождение моим немощем, то есть, чтобы и не замечали их, как бы их не было, или заметили ласково, кротко, любезно, доброжелательно. Странное и дивное явление в поврежденной грехом природе нашей – ненавидеть благодетельствуемых, и за свое благодеяние платить им нерасположением. О, как тесно, скудно любовью и милостью сердце наше! Как оно самолюбиво! Враг сильно посмеивается над нами, он хочет уничтожить плоды наших добрых дел. Но ты сам более люби, чем более кому благотворишь, зная, что получающая от тебя милость, служит и для тебя залогом помилования твоего от Бога. Человек, умерший, есть существо живое. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у него все живы. Душа его невидимо витает у тела и в местах, где любила пребывать. Ежели она умерла в грехах, не может помочь себе избавиться от уз их и крепко нуждается в молитвах живых людей, особенно церкви, святейшей невесты Христовой. Итак, будем молиться за умерших искренно. Это великое благодеяние им больше, чем благодеяние живым. Господь Иисус Христос не имел, где главу преклонить во время земной жизни своей, но имел в себе жизнь свою и жизнь всех. Люди же богатые строят себе дворцы великолепные, живут в них. Но, увы, при такой блестящей обстановке не имеют в сердце своем истинной жизни, не могут наслаждаться и суетой своей. Им скучно и душно в великолепных дворцах своих. Так что многие богачи и важные сановники променяли бы дворцы свои на хижину бедняка, только бы достать сердечное его спокойствие. Ничтожна милостыня того человека, который подает ее недоброохотно, потому что милостыня вещественная не его, а Божий дар, ему же принадлежит только расположение сердечное. Поэтому многие милостыни окажутся почти суетными от того, что они были подаваемы недоброохотно, с сожалением, с неуважением к лицу ближнего. Как и гостеприимцы, многие окажутся суетными вследствие лицемерного, тщеславного обращения со своими гостями. С сердечным расположением да приносим жертву своей на алтарь любви к ближнему, ибо доброхотно дающего любит Бог. «Духа не угошайте», — говорит Слово Божие. Помни это всякий христианин, особенно священник и наставник детей. Особенно нам нужно всегда гореть духом при нашем высоком служении Богу и человечеству. Как мы много сделали бы для Бога, для людей и для себя, если бы с верой и любовью, с усердием, с горячностью и энергией занимались своим делом. И как мало, сухо, бесплодно будет наше одеяние, когда мы станем заниматься вяло, лениво, с холодностью, без всякого усердия и энергии. В великом ответе будем перед Богом и за себя, и за вверенных нашему попечению. «Господи, как я Тебя восхваляю, как я Тебя прославлю за силы Твои, за чудеса исцеления от святых тайн Твоих, явленных на мне и на многих людях Твоих, которым я, недостойный, преподав после таинства покаяния, сие святые, небесные, животворящие Твои тайны. Вот они исповедуют передо Мною силу Твою, благость Твою, во всеуслышание говорят, что Ты простер на них чудодейственную руку Твою и подъял их содра болезни, содра смертного, когда никто не чаял, что они будут живы. И вот после пресчищения тела и крови Твоей, жизнодавча, они вскоре ожили, исцелели, в тот же час и день почувствовали на себе жизнодательную десницу Твою. А я, Господи, очевидец дел Твоих, не прославил Тебя доселе во всеуслышание к утверждению веры людей Твоих, и не знаю, как и когда прославить Тебя, и во всякий день занят я каким-либо делами. Ты сам сотвори себе имя, Господи, как Ты сотворил, сам прославь имя Твое, тайны Твои. Что я принесу Тебе, Господи, за все благие Твоя, которые непрестанно меня Ты уседряешь ими, единую веру мою, ибо дел не имею оправдывающих меня. Ибо ничто, ничего доброго я не сотворил пред Тобою, но и вера моя есть Твой же дар. Твоя от Твоих приносимое Тебе прими, ибо все Твое, и все мы Твои. Ты совершеннейший первообраз наш, мы образы неизречены Твоей славы. Если и язвы носим при грешении, уседри же Твое создание, Владыка, и очисти нас Твоим благоутробием, и вожделенное Отечество подай нам, рая паки жителей нас сотворяя. От имей от нас страсти плотские, да плотские похоти все поправшие духовное жительство, пройдем все ко благоугождению Твоему, и мудрствуя, и делуя. Утренняя молитва, девятая, считаемая Иереем во время Шестопсалмия. Что же за высокое лицо священник? Постоянно у него речь с Господом, и постоянно отвечает на его речь Господь. Что ни треба, что ни молитва, то ответ на нее Господа. Как при находе страстей не помнить священнику, что страсти низки, нечисты, особенно для него, чтобы допускать их до своего сердца, которое всегда должен наполнять всецело один Иисус Христос. Священник, ангел, не человек. Все житейское он должен далеко оставить за собою. Господи Иисусе! Священники Твои да облекутся в правду, да помнят они всегда о высоте своего звания, и да не запутываются они в сетях мира и дьявола, да отбежит от сердец их печаль века сего, лесть, богатство, а прочих похотей, входящих в их сердца. Из постоянного чуда присуществления хлеба и вина в истинное тело и кровь Христову, с Его Божеством и Душой соединенные, я вижу чудо постоянного оживотворения человека божественным дыханием и сотворение Его в душу живую. И стал, сказано, человек душою живою. А на святой трапезе хлеб и вино по присуществлении становится не только душой живой, но и в дух животворящий. И это все на моих глазах, и я это испытываю душою и телом, ощущаю живо. Боже мой, какие страшные таинства Ты творишь! Каких не из глаголовных тайн Ты сделал меня зрителям и причастникам! Слава Тебе, Творче мой! Слава Тебе, Творче тела и крови Христовых! Дал нам Господь по благости Твоей незаслуженно с нашей стороны видит солнце и свет солнечный, и наслаждаться им, даст насладиться и своим неприступным светом. Свет солнечный да будет Тебе в том залогом, но особенно свет тихой святые. Слава Отца Небесного, Сын Его Единородный, данный нам, и Дух Любви, данный сердца наши! Замечай за собой, за своими страстями, особенно в домашнем быту, где они свободно проглядывают, как кроты в безопасном месте. Вне дома одни наши страсти обыкновенно прикрываются другими страстями, более благовидными. А там нет возможности выгнать этих черных кротов, подкапывающих целость нашей души. Когда тебя злословят, и ты от того смущаешься и болезнуешь сердцем, то это значит, что у тебя есть гордость. Ее-то и надо бы ну и изувлять, и выгонять из сердца бесчестием внешним. Итак, не раздражайся насмешками и не пытай ненависти к ненавидящим и злословящим, а полюби их, как твоих врачей, которых послал тебе Бог для того, чтобы вразумить тебя и научить смиренно. И молись о них Богу. Благословляйте проклинающих вас. Говори, они не меня злословят, а мою страсть. Не меня бьют, а вот эту змейку, которая гнездится в моем сердце, и сказывается больно в нем при нанесении злословия. Утешаясь мыслью, что, быть может, добрые люди выбьют ее оттуда своими колкостями, и не будет тогда болеть оно. Благодари же Бога за внешнее бесчестие. Потерпевший бесчестие здесь не подвергнется ему в том веке. «Прият сугубо грехи своя» Исайя 42. «Твой мир дай нам, сябово сдал еси нам» Исайя 26.12. «Когда видишь в ближней недостатке и страсти, молись о нем. Молись о каждом, даже о враге своем. Если видишь брата гордого и строптивого, горделивого с тобой или с другими обращающегося, молись о нем, чтобы Бог просветил его ум и согрел его сердце огнем благодати своей, говори, Господи, научи раба твоего в дьявольскую гордость впадшего, кротости и смирению, и отгони от сердца его мрак и бремя сатанинской гордыни. Если видишь злобного, молись, Господи, благо сотвори раба твоего сего благодатью Твоею. Если сребролюбивого и жадного, говори, сокровище наше нетленное и богатство неистащимое, даруй рабу твоему этому, сотворенному по образу и подобию твоему, познать лесть богатства, и, яко вся земная суета, сень и сновидение, как трава одни всякого человека или как паутина, и как ты един богатство, покой и радость наша. Когда видишь завистливо, молись, Господи, просвети ум и сердце раба твоего сего в познании великих, бесчисленных и неисследимых даров твоих, которые ты принял, от неисчетных щедрот твоих, в ослеплении же страсти своей, забыл тебя и дары твои богатые, и нищим себя вменил быть, будучи богатым благами твоими. И сего ради зрит прелестный, неблагая рабов твоих. Ими же, о, при неизглагородной благостыне уседряешь всех, колгожда противу силы его и по намерению воли твоей я. Отыми все благи, владыка, покрывала дьявола от очей сердца раба твоего, и дару ему сердечные сокрушения и слезы покаяния и благодарения, да не возрадуется враг о нем, заживо уловленным от него в свою его волю, и да не оторгнет его от руки твоей. Когда видишь пьяного, говори сердцем, Господи, призри, милостиво, нарабатывая упреченного лести, чрева и плотского веселья, дару ему познать сладость воздержания и поста, и проистекающих от него плодов духа. Когда весь страстного к брашнам и блаженство свое в них полагающего, говори, Господи, сладчайшая брашна наша, никогда же погибающая, но пребывающая в жизнь вечную, очисти раба твоего сего скверны, чрево объедения, всего плоть сотворившего и чуждого духа твоего, и даруя ему познать сладость твоего животворящего духовного брашна, которая есть в плоти кровь твоя, и святое, и живое, и действенное слово твое. Так или подобным образом молись о всех согрешающих, и не дерзай никого презирать за грех его или мстить ему, ибо этим увеличились бы только язвы согрешающих. Исправляй советами, угрозами и наказаниями, которые служили бы средством к прекращению или удержанию зла в границах умеренности. Родители и воспитатели, остерегайте детей своих со всей заботливостью от капризов перед вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком многое лелеяли их, потворствовали капризом их сердца. Каприз — зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу. Когда видите болезненное разрушение тела, не ропщите на Господа, а говорите, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Вы привыкли смотреть на тело свое, как на неотъемлемую собственность, но это крайне несправедливо, потому что ваше тело — Божие здание. Или не знаете себя, что Иисус Христос в вас, если только разве вы есть не то, чем должны быть? Воистину Христос во мне живет. Между тем я до сих пор был неискусен, не помышлял и не знал твердо, что Господь во мне. Это Он, Всесвятой, так чуток во мне, к малейшей нечистоте сердечной. Это Он побуждает меня самый зародыш греха в сердце гнать вон из души. Но, увы, и сатана тут же готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня у Господа. Все мои беды происходят в невидимой моей мысли и в невидимом сердце моем, потому что невидимой же нужен мне и Спаситель, ведущий сердца наше. О, крепость моя, Иисусе, Сыне Божий, о, свет ума моего, мир, радость, широта сердца моего, слава Тебе! Слава Тебе, избавителю от невидимых врагов моих, ратующих ум и сердце мое и убивающих меня в самом источнике моей жизни, в самом чувствительном моем месте. Господь, жизнь в смерти моей, сила в немощи моей, свет во тьме моей, радость в скорби моей, дерзновение в малодушии моем, спокойствие в смятении моем, благопослушество в молитве моей, слава в бесчестии моем и избавлении от бесчестия моего. Дивно, могущественно, скоро заступает и спасает он меня в бедах и теснотах моих, в увлечениях моих. Когда я взываю к нему о спасении своем, невидимые враги бегут от меня после пакостей своих внутри меня, и я осязательно познаю над собою спасительную десницу Бога моего, спасителя моего. Слава, благодарение пастыре и посетителю души моей. Почему Господь попустил быть нищим? Потому же, между прочим, почему и тебя по твоему желанию не делает вдруг праведником? Бог мог бы сделать всех достаточными, даже богатыми, но тогда произошло бы великое забвение Бога, умножились бы гордость, зависть и прочее. И ты, как возмечтал бы о себе, если бы Господь сделал тебя вскоре праведником, но как грех смиряет тебя, показывая тебе великую твою немощь, мерзость и непрестанную нужду в Боге и Его благодати. Так нищего смиряет, не считая нужда в других людях, а богати нищих. Многие, многие из них забудут и Бога, и благодетелей своих, погубят души свои в роскоши мира сего. Так пагубно богатство, и так ослепляет оно очесердечное. Оно делает грубым и неблагодарным сердце. Глава 18, страница 544. Благотворительность отца Иоанна, щедрая жертва на храмы, построение сурской обители, Леушинского подворья и Иоанновского монастыря. Одной рукой отец Иоанн получал деньги, а другой раздавал. По евангельскому слову, у него левая рука не знала, что делает правая. В одной из своих проповедей дорогой батюшка говорит, кому и как должно подавать милостыню? Иисус Христос говорит, всякому просящему у тебя дай. Значит, должно помогать и благотворить всем, не делая разбора в лицах, состоянии, происхождении, вероисповедании. Каждому истинно нуждающемуся должно оказывать милость, ибо все они одинаково имеют право на сожаление и так же смотрят на руки наши, как мы на руки Божии, когда чего просим. И гораздо лучше простирать руку и недостойным, нежели из опасения встретиться с недостойными, лишить благодеяния и достойных. Один кронштадтский лавочник рассказывает, как покойный отец Иоанн научил его любить бедных. Отец Иоанн заходил к этому лавочнику менять 15-20 рублей. Лавочник тяготился этим и внутренне досадовал на отца Иоанна и на нищих. Однажды, меняя деньги, он особенно сильно досадовал, однако не показывая этого. Прозорливый старец понял, что делается в душе торговца. Как-то странно на него посмотрел и перестал ходить к нему в лавку. После этого торговля у лавочника пошла хуже и хуже. Лавочник встревожился, стал думать, вспоминать. И дело кончилось тем, что он, явившись к отцу Иоанну, поклонился ему в ноги и покаялся в грехе. Отец Иоанн растолковал лавочнику, что Бог гневается на тех, кто бедняков обижает. После этого отец Иоанн снова стал менять деньги у лавочника. Вместе с тем торговля у него исправилась. Любовь христианская, истинная по апостолу, все покрывает. Всему верит, всего надеется, все терпит, любовь никогда не перестает. Вот одно из многочисленнейших дел такой христианской любви отца Иоанна, записанной его жизнеописателем. Едва он возвратился из храма в свою скромную квартиру, как услышал в прихожей, шум и громкий разговор. Не снимая верхней одежды, отец Иоанн вернулся в прихожую. Оказалось, что какая-то женщина с рыданиями просит пустить ее к батюшке. Пусть подождет, говорит отцу Иоанну жена, ведь ты с пяти часов утра на ногах, голодный, измученный, пообедай, отдохни. Погоди, я спрошу, чего она хочет? Увидав батюшку, женщина бросилась ему в ноги. Спаси нас, отец, молила она. У меня муж умирает, шестеро детей, второй день не ели, я сама едва хожу. Одна надежда на тебя. Пойдем к тебе, ласково отвечал отец Иоанн, подымая женщину. Господь тебе поможет. И отец Иоанн, совершенно забывая об обеде и усталости, вышел из дома вместе с женщиной. На, вот тебе двадцать копеек, зайди в лавку, купи хлеба и яиц. Больше у меня нет. Придя к женщине, отец Иоанн действительно застал картину страшной нищеты. Умирающий смотрел безжизненно остановившимися глазами и не шевелился. Дети стонали от голода. Когда хлеб и яйца были съедены, отец Иоанн сам помог женщине убрать ее темную подвальную коморку. Привел несколько в порядок детей и затем, опустившись на колени перед крошечным образком, висевшим в углу, начал громко молиться. На другой день женщина по указанию отца Иоанна ожидала его на паперке. Увидев его в толпе, он достал из кармана несколько конвертов, только что им полученных в нескольких богатых домах, и передал женщине. Впоследствии больной муж этой женщины, оправившись от болезни, так разбогател, что мог жертвовать тысячи на дела благотворительности. Долгое время страдало сердце кронштадтского пастыря при виде множества кронштадтского бедного люда. И вот, наконец, эта мука сердечная выразилась в горячем призыве отца Иоанна ко всем нищелюбцам и христолюбцам. Прийти на помощь кронштадтской бедноте, но не случайными подачками, а так, чтобы дать полную возможность всякой погибающей в праздности и бедности душе человеческой самой с честью и достоинством встать на ноги путем труда. Вот учреждение Дома трудолюбия, пенька щепная, в которой работает в течение года до 20 тысяч человек, женская мастерская, сапожная мастерская, бесплатная амбулаторная лечебница, бесплатное народное начальное училище, классы ручного труда, бесплатная детская библиотека, бесплатная народная читальня, убежище для сирот и дневное пристанище, комнату для приезжающих в доме имени отца Иоанна, народная столовая, дом милосердия имени отца Иоанна, служащий летом дачей для детей, убежище, загородный приют, рисовальные классы, дом Андреевского попечительства, воскресная школа, ночлежный приют, учреждена та же книжная лавка, устроены огороды для снабжения овощами различных учреждений, дома трудолюбия. Кому неизвестны раи кронштадтских нищих, мещан, женщин и детей разного возраста, пишет отец Иоанн, кто не видал и того, что между нищими мещанами есть много людей молодых и здоровых, представляющих из себя весьма жалкую фигуру по своей крайне грязной изорванной одежде, трясущихся у преддверия храмов или у лавок, и заборов в ожидании подаяния от какого-либо благодетеля. Но всякие ли додумываются до настоящей причины такого множества бедных в Кронштадте? Вероятно, многим или некогда было вникнуть в истинную причину этого зла, потому что всякий преследует свои житейские цели, свои удовольствия. Или многие останавливались на той мысли, что нищета – неизбежное зло всех городов, не исключая, конечно, и сел. Многим гражданам, вероятно, и не приходилось видеть полную картину кронштадтской нищеты, картину далеко не отрадную. Так позвольте же, достопочтенные граждане, остановить ваше высокое внимание и на действительных причинах нищеты, и на этой картине нищеты. Это нужно для всех нас. Как не знать того, что так близко к нам, с кем мы живем, что составляет, так сказать, ежедневной фазис нашей жизни, хотя часто и не совсем приятные. Причин кронштадтской нищеты и бедности множество. Вот главное. Бедность от рождения, бедность от сиротства, бедность от разных бедственных случаев, например, от пожара, от кражи, бедность от неспособности к труду по причине старости, или болезни, или количества, или по маловозрастности, бедность от потери мест, бедность от лености, бедность от пристрастия к хмельным напиткам, и в наибольшей части случаев от недостатка труда и от недостатков средств, с которыми бы можно было взять за труд порядочные одежды, обуви, насущного хлеба, инструмента или орудия. Но от чего особенно много нищих, именно в Кронштадте. В это тоже стоит вникнуть. Хотите удостовериться во множестве нищих в Кронштадте? Выйдите поутру, часов в девять или десять, в субботу, и вы во множестве увидите их в гостином дворе и по всем улицам. В этот день они собирают милостыню, как в день сборной, в которой бывает им подача по четверти копейки, редко по грошу, и вы уверитесь в справедливости сказанного. Да это еще далеко не все. Сколько есть больных, старых и малых, немогущих ходить за подаянием. Хорошо бы для ознакомления с количеством кронштадтских нищих привести в известность число их. А угодно кронштадтской публике видеть непривлекательную картину бедности наших нищих, вы заранее отказываетесь ее видеть, вы отворачиваете лицо. Не гнушайтесь. Ведь это члены наши, ведь это братья наши, хоть и непривлекательные по наружному виду. Вот эта картина. Представьте, сырые, далеко ушедшие в землю подвалы, домов, некоторых улиц, в которых по преимуществу помещаются наши нищие. Тут помещается по 30, 40 и 50 человек в жилье. Иногда положительно, как сельди в бочке. Тут старые и взрослые, и малые дети, тут и младенцы сосущие сосы, сырости, в грязи, в духоте, в ноготе, а часто и в голоде. Интересующийся сам может проверить истину этих слов. Но к чему же я утомляю такой картиной воображения читателей, привыкших к изящной обстановке? Не для того, конечно, чтобы читатель только сказал «Слава Богу, что я не родился в бедности или не живу в бедности». Слава Богу, что у меня есть капиталец, и я обеспечен. Слава Богу, что я живу с комфортом и во всяком довольстве. Или «Я свою лепту вношу в богодельную на приют, до этих нищих мне дела нет». Нет, господа, это дело касается до всех жителей города, как живущих на жалование, так и купцов, мещан и прочих, имеющих какое-либо состояние. В чем же дело, спрашиваете вы? В том дело, чтобы всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому, образовать из себя попечительство или братство при разных церквах, по примеру, существующих попечительств и братств в некоторых городах, в том числе и в Санкт-Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища. Не пугайтесь, господа, громадности предпринимаемого дела. Доброму делу поможет Бог. А где Бог, там скоро явится все, как бы из ничего. Его начальство города, конечно, будет этому содействовать, и если можно, уступит братство одно или два из ненужных казенных зданий. Например, соляной, пустой магазин против дома Касаткина, или одно из пустых зданий за канавой близ летнего сада, так как братство будет содействовать предначертанием самого правительства о водворении между низшими труда и довольством. Ум хорошо, а два лучше. С миру по нитке бедному рубашка. Кто чем может, тот тем и поможет. Если народу угодно было принять к себе такое множество нищих, мещан, то он, конечно, должен взять на себя и обязанность занять чем-либо этих праздных людей, сделать их оседлыми, иначе выйдет и возрастет неизбежное зло, воровство и грабительство, и мирные граждане не будут безопасны везде и всегда. Пора сделать что-либо решительное относительно кронштадтских мещан, или устроить для них рабочий дом, или для детей ремесленную школу, или же, как крайнюю меру, выпроводить часть их куда-нибудь в другое место. Итак, братья, все, кого интересует благо человечества, пусть соберутся сплотятся в дружеское общество, и будем посвящать свои дослуги и собирать нравственные материальные силы сограждан на приискание дома трудящихся и на снабжение его потребными вещами, также на и устройство ремесленного училища. Вот второе воззвание глубоко уважаемого пастыря по тому же поводу. Муравьи делают муравейники, в которых им бывает и зимой и тепло и сытно, звери, логовеща, пчелы, улей, птицы, гнезда, пауки и паутины, а люди, дома, магазины, хлебные магазины с разными товарами, церкви, театры, мосты, железные дороги, броненосные суда, пароходы, крепости и прочее. Всякому животному дано от Бога, вложено в природу его умение довольствовать себя, защищать себя от вредного действия стихии или от живых неприятелей. А человек существо богоподобное в нравственном идеале, царя видимой твари. Бог наделил разумом, с помощью которого он изобрел разные полезные науки и искусства. И так как человек создан для общежития, и все множество людей должно но по намерению Божию составлять одно тело, а порой из них члены, то для благоденствия и довольства, для удовлетворения многочисленных нужд человечества или обществ человеческих. Примудрость Божия и наука от Бога данная сообщила человеку каждому, кроме общих особенные таланты или способности и умения, иному власть, искусство, силу управлять людьми, другому искусство и власть учить и назидать других, иному сочинять, составлять планы и проекты, а другим приводить их в исполнение, иному искусство нападать на неприятеля или защищаться от него, тому умение вести торговлю, этому производить заводское или фабричное мастерство, иному дан талант ковать или отливать, другому владеть долотом, топором и пилою, иному шить сапоги, а другому умение шить одежду, иному прясть, ткать или вязать, иному варить и печь. Что касается кронштадтского общества, то оно так населенное и разбросано, что в нем по милости Божией есть люди всякого рода, всякого дела, всякого умения или искусства, и люди власти капитала, пожелания и инициатив и которых могут делать всякие добрые дела. Есть у нас инженеры-архитекторы, и лесовщики, и плотники, и столеры, и печники, и кровельщики, и кузнецы, и литейщики, и портные, и сапожники, и пекари, и кухмистеры. Но рука руку моет и палец с палец. Сильные должны носить немощи бессильных. При таком богатом разнообразии сил нашего общества, при такой его талантливости, при таком множестве людей и образованных и дельных, и искусных, и состоянием, хотя и негромадным, богатом. Благодарю. Благодарю. Продолжение следует...